Юрия Розума Знаете, я прошел довольно непростой путь в своих отношениях с йогой. Вообще увлекаться начал еще лет с 15. И погружался в это, уходил очень серьезно. И в какой-то момент мой йоговский руководитель сказал, ты перестань ходить в эту группу, где я начинал, потому что ты уже далеко впереди. Чтобы тебе развиваться, надо идти самому. Эта группа у тебя только тормозит. Читай книги, иди своим путем. Но вот тебе завет, ты должен перестать есть мясо, рыбу, пить все виды алкоголя, даже чая и кофе. Но в итоге я, наоборот, себе убил музыку в то время, потому что идеал вот этого йоговского развития – это сознание как водное пространство без волн и без ряби. Тогда вот эта зеркальная поверхность твоего сознания отражает абсолют. И ты можешь соединиться с космосом. А музыке как раз нужна не только рябь. Там нужны штормы, там нужны молнии, громы, цунами. Вот этой страсти у меня не стало. Тем не менее, вот эти два года интенсивных занятий йогой во мне развили, конечно, умение медитировать через музыку. То есть, как бы, я пытаюсь соединить возможности вот этой концентрации и полного ухода в музыку, которую мне дала йога, со страстью, которая в музыке заложена. Жизнь идет вперед, развиваются технологии, появился интернет. У них совершенно другие возможности информативные. Но все равно вечные ценности они остаются, и таланты все равно возникают. И тогда возникали, и будут возникать. Особенно, мне кажется, в Россию. Потому что Россия страна такой непростой жизни. И вот это, наверное, и вот это противоречие, что ли, и дает возможность расти каким-то очень сильным личностям неординарным. Вот поэтому я и создал 15 лет назад фонд, который бы разыскивал эти... Чего их особо не искать, они и сами находятся. И помогал. У нас, знаете, тоже много очень фондов, которые называются благотворителями, детских фондов. Но, по сути дела, представляют собой просто концертные агентства. И устраивают бесконечное количество концертов для детей. Дети не получают стипендий. Стипендия от фонда без стипендий. Как вам это нравится? Я считаю, что это нонсенс. Вот, поэтому очень бережно надо относиться к талантам. Бережно надо относиться к взрослым, которые поддерживают эти таланты. Мне очень приятно, когда вот последние годы наш фонд называют еще школой меценатства. Потому что многие созрели для этого. Но нельзя думать, что только больные нуждаются в поддержке. Талант абсолютно, абсолютно нуждается. У нас на то и искусство классическое, вечное, чтобы кардинальных перемен не было. Но появляются новые формы концертной деятельности. Я, например, очень люблю играть в каких-то совершенно неожиданных местах. Потом, мне иногда, не всегда, но иногда нравится кроссовер. Это когда классика, ну, как-то по-другому аранжируется. Вот. Это немного отнимает, а может и много отнимает от высоты. Но это дает простор для общения с аудиторией неподготовленной. Потому что мелодия, фантастическая мелодия Чайковского или Рахманину, положенная на ритм, она доступнее становится. В аккомпанементе какого-нибудь эстрадного коллектива она становится более привычной, что ли. И через это многие приходят в классику. Но все равно я знаю, где классика, где кроссовер. Это просто как ступень. Но если сравнивать, допустим, плохую эстраду и хорошую обработку классическую, я предпочту второй вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова